В эфире Первого Карагандинского Обзор основных событий этого дня. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. В области обнаружили подпольный цех по изготовлению фальшивых денег. Жители микрорайона Бесаба не согласны с актом Государственной приемочной комиссии. В Сатпаеве на руднике корпорации «Казахмыс» погиб взрывник-водитель. Лучших медиков отметили. Традиционно в канун профессионального праздника лучшим медицинским работникам вручает премия Кима области. В этом году по итогам проведенного конкурса премии в размере 200 тысяч тенге присуждены в 12 номинациях. Еще один работник здравоохранения получил специальную награду и полмиллиона тенге. Чистование работников здравоохранения прошло во Дворце культуры Горняков. Поздравить медиков с профессиональным праздником приехал глава региона Бельгазик Усаинов. Для человека нет большего достояния, чем в жизни и здоровье. Именно поэтому за годы независимости Казахстана государством уделяется внимание в сфере здравоохранения как важному фактору экономического и социального прогресса. Об этом свидетельствует и крыльничное послание президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана. В нем определено важное направление развития сферы, повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, продвижение здорового образа жизни. В этом году по итогам проведенного конкурса премии Кима области в размере 200 тысяч тенге присуждены в 12 номинациях. Лучший педиатр Жахсигельдинова Каукер Куманов. Специальные награды за верность профессии удостоен кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии Карагандинского государственного медицинского университета Мирам Тургунов. Ему вручили сертификат на полмиллиона тенге. Ветеран здравоохранения и медицинского образования. Лауреат Мирам Тургунов посвятил всю свою трудовую жизнь онкологии. Трудится в этой сфере он более 50 лет. Из них 47 лет в Карагандинской области. Сейчас он является практикующим хирургом и преподает в медицинском университете. Самое главное, это, конечно, помочь больному. Это самое главное. И, конечно, в действие отдаётся. Я вот молодёжи иногда, не иногда, довольно часто, особенно сейчас консультирую в поликлинике. Я говорю, главное должно быть это милосердие больным. Особенно это требуют онкологические больные. Потому что они сами себе, они тяжело психически переживают свои заболевания. И поэтому к ним надо быть очень милосердными. Самое главное в нашей деятельности. Кроме того, на торжественном собрании в группе наиболее отличившихся работников здравоохранения были вручены почётные грамоты Акима области. В рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и в преддверии проведения Дня индустриализации в нашем городе запускается проект от транснациональной компании «Театр». В нашем регионе она является единственной компанией, занимающейся производством полипропиленовых труб. Спасибо. Держи. Вот так с нажатия красной кнопки началось производство полипропиленовых труб. Это не единственный завод в республике. Всего их насчитывается около 35. В нашем же регионе это первое предприятие. Завозить трубы с других областей в Караганду занятие проблемное. Прежде всего из-за транспортных трудностей. А с открытием данного предприятия эта проблема решена. Учитывая, что производство местное, транспортное плечо достаточно короткое, то есть экономия в транспортных расходах, мы считаем, что продукция будет конкурентной и востребована для коммунальных служб нашего города. Стоимость данного проекта составляет 350 миллионов тенге. Организация данного предприятия стала возможна благодаря государственной программе «Дорожная карта-2020». На нашем предприятии установлены современные институционные линии, которые позволяют нам выпускать продукцию, более 12 тонн готовой продукции в город. Такие объемы стали возможны благодаря приобретению новой линии немецкого оборудования. Также стоит отметить, что компания «Театр» внесена в реестр отечественных товаропроизводителей с долей казахстанского содержания 60%. Александр Грылов, Болжан Алипов, 1-й Караганецкий. Шахтинские сотрудники департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью обнаружили подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента был найден подпольный цех, который был расположен в квартире жителя города Шахтинск. Известный мужчина реализовывал поддельные денежные банкноты количеством 7 штук, номиналом 10 тысяч тенге. Кроме того, в отношении граждан АВ было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, где граждан АВ был с помощью других неустановленных лицами путем обмана семьи граждан Республики Астан мошенническим путем оформил незаконные кредиты. Как поясняют сотрудники финансовой полиции, при обыске были изъяты системный блок и флеш-карта с изображением денежных знаков. Подозреваемому грозит. Санкция по двум статьям, согласно статье 177 часть 3 пункт Б и в совокупности со статьей 206 часть 1 уголовного республики Астан, санкция предусматривает разрешение свободы сроком от 5 до 10 лет, так как данная статья является тяжкой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Мирамгус Алкимбаева, Дмитрий Обрык, Первый Карганзинский. Жители микрорайона Бесаба не согласны с актом Государственной приемочной комиссии. На сегодняшний день в суд Козыбекбийского района поступило 5 исковых заявлений. Три из них приняты к производству суда, а два исковых заявления только на стадии принятия. В данный момент иск подали те лица, которые пострадали в результате обрушения части дома жилого комплекса Бесуба. Основания и предметы их жалоб различны. К примеру, одна гражданка просит суд признать незаконным акт Государственной приемной комиссии. Также она требует признать незаконным распоряжение, данное в 2009 году Акимом города Караганды. Второй иск, он чуть-чуть пореальный, наверное. Вопрос ставится о признании незаконным бездействия Акиматор. Вопрос ставится о том, что дали информацию, что будет с этими людьми. Просит дать официальные исчеркивающие ответы на указанные вопросы. То есть, как будет компенсация, переселять их будет, кто это будет делать, в каком-то доле предоставлять. Вот такую информацию, чтобы давали в официальном пропине. Таким иском обратились, чтобы было официальное. К тому же, жители Бесубы жалуются на застройщика микрорайона. А то сервис Промснаб требует права собственности. При новом доме акт приемки в эксплуатацию регистрируется, потом акт передачи застройщика. Вот эти документы руководителю сервис Промснаб длительное время не выдавались. На ее обращение, как она пишет, с кого он заявляет, после того, как она обратилась чуть-чуть не лично к нему домой, были выданы ключи, она заселилась, проживала там. Мы оформить до конца документы так и не смогли, с учетом того, что просто сервис Промснаб длительное время скрывался. Как отметили в районном суде, все иски вытекают из интереса защитить права путем получения компенсации за утраченную собственность. Данные иски в настоящее время находятся на рассмотрении. Для них назначены судебные слушания. Дождливая погода наглядно доказывает, насколько качественно проводились ремонтные работы компании «Караганды-Су». На улице Джамбула в яме застряла грузовая машина. Невосстановленное дорожное полотно оставили после себя недобросовестные работники аварийной бригады компании-услугодателя. С приходом дожди автовладельцы вновь столкнулись с наболевшей проблемой. Известно, что основа любой дороги – это грунт. Если под поверхность дороги попала вода, то грунт становится мягким, и под колесом тяжелой машины дорога продавливается. Это относится и к асфальту. В основном с бездорожьем вынуждены бороться автовладельцы. Одна из грузовых машин так и не доехала до назначенного места. Проезжая по улице Джамбула, техника просто-напросто застряла в яме, которая была разрыта после ремонта работ «Караганды-Су». Хозяин грузового автомобиля, рискнувший проехать по этой дороге, говорит, что это не первая застрявшая машина. Наша машина возвращалась с тяжелым грузом. Мы занимаемся ремонтом медакадемии. И вот, как видите, техника застряла. Никак не можем выехать. Без помощи специальной машины своими силами справиться невозможно. Надеюсь, это дойдет до чиновников. Кто знает, что может произойти завтра? Это наглядный пример тому, что с каждым годом финансирование на содержание дорог увеличивается, а вот качество не улучшается, говорят возмущенные жители. Я смотрю, машина упала в яму. Конечно, это страшно. Это дорожная работа, значит, плохо делается. Вот здесь может ехать автобус просто или машина легковая. Там может сидеть ребенок, и вот мы тоже пострадали бы. Разгильдяйство и, можно сказать, такая организация, да, только деньги брать, а свою работу не хотят исполнять. А если погиб человек, техника, ладно, железо, а погиб человек, что вот сказать? Просто разгильдяйство и должны отвечать за это по всей строгости наших законов. К этой давней проблеме дороги мы уже привыкли. Это еще хорошо, что техника, а если бы дети застряли, произошло бы необратимое. Надеемся, что не только Джамбула, но и другие дороги отремонтируют так, как надо, качественно. А как получается? Пошел дождь, осадку дает, вот и все. Машина тяжелая, заехала, вот и провалилась. А представьте, на легковой вот так бы тоже залетели бы. Я считаю, должны отвечать, а не только получать зарплаты и получать деньги с нас, с потребителей. И толком ничего не сделали, все затапливает, все постоянно затекает здесь. Компания Караган-Носуд данный случай комментировать отказалась. Изменится ли ситуация не только на этой, но и на других дорогах с аналогичной проблемой, неизвестно. Остается только ждать и надеяться, что дорожное покрытие все же будет сделано на совесть. И к этому времени у всех машин колеса останутся на месте. Анна Шалкарбек, Баужан Алипов. Первый. Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. В Сатпаеве на руднике корпорации «Казахмыс» погиб взрывник-водитель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Инцидент произошел 14 июня после 6 часов вечера на Анинском руднике производственного отдела «Жизгазганцветмет» корпорации «Казахмыс» в городе Сатпаев. Как сообщают в ведомости, при заражении забоя отслоившимся с кровли выработки куском горной массы получил смертельную травму взрывник-водитель передвижной машины для зарядки шпуров 32-летний Нурбеков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Судебные исполнители отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии знаменательной даты вступившие в ряды судебных исполнителей приняли присягу. А тех, кто посвятил своей работе уже немало лет, отметили благодарственными письмами. Добросовестно и профессионально служить народу Казахстана, защищать интересы государства и проводить политику президента Республики Казахстана. Не допускать ограничения конституционных прав и свобод граждан Республики. В честь Дня судебного исполнителя новые работники данного ведомства приняли обязанности работника судебной системы. Также на празднике благодарностями отметили работников за отличное несение службы. Далее последовала концертная программа, где коллеги поздравили друг друга с профессиональным праздником. Александр Крылов, Кариат Рашитов, Первый Карагандинский. В Караганде впервые драма про спера Мериме «Кармен» заговорила по-казахски. В нашем городе состоялась премьера пластического спектакля, поставленного молодым режиссером Диной Жумабаевой. Современная подача произведения заинтересовала карагандинскую публику. В первый день показа в драматическом театре имени Сакена Сейфулина был аншлаг. Классическое произведение про спера Мериме «Кармен» знают во всем мире. Драму о горячей испанской любви ставили, наверное, во всех уголках земли. В Караганде на Казахском Кармен заговорила впервые. Молодой режиссер Дина Жумабаева рискнула и поставила на сцене драматического театра имени Сакена Сейфулина свою «Кармен», какой ее видит именно она. В своей постановке я хотела бы выявить, я думаю, не знаю, это зрителю судить, насколько я выявила, именно женскую сущность, именно сущность женщины. Потому что сама новелла начинается со слов «Паллада» «Всякая женщина зло, но дважды бывает хорошая, либо на ложе любви, либо на смертном одре». Поэтому вот эти слова, они будут звучать сегодня в спектакле. Нужно отметить, что это первая серьезная работа режиссера Дины Жумабаевой. Потому, долго и усердно работая, она старалась сделать спектакль особенным. И особенным он действительно получился, говорит молодой режиссер-постановщик. Особенность этой постановки, мы избавились от испанских костюмов, мы избавились от цыганских костюмов. Там нету красных юбок, там нету этих пиджаков, да, ториадор там и так далее. Вот этого всего нету. Но главное тут, почему именно в этом театре, потому что все-таки я думаю, что казахская страсть казахской девушки немножко совпадает с испанской. Понимаете, то есть это безумие, это вот это рвение, вот это люблю и все. Перевел на государственный язык постановку народный артист Казахстана Телекте Смейрамов. Роли исполняли молодые актеры. Пластическая драма для них показалась интересной задумкой. Это долгожданный для нас спектакль. Пластическая драма, очень интересный опыт. Роли непростые. Я играл роль Гарсия. Все старались, а получилось или нет, судить только зрителю. В жизни каждого учащегося школы или колледжа, студента института или техникума наступает момент прощания со своими наставниками и учителями. Выпускные стремительно проносятся по всем учебным заведениям города. При Шахтинской основной школе номер 20 состоялась торжественная линейка для выпускников девятых классов. Последний звонок прозвенел и ученики на пороге новой жизни. Что ждет впереди, какие просторы открывает перед ними жизнь. Только спустя много лет мы не раз вспомним самый интересный и грандиозный праздник – выпускной вечер в школе. На торжественной линейке в честь успешного окончания основной школы собрались 24 выпускника. Даже ненастная погода не смогла испортить настроение выпускников, которые более месяца усердно готовились, издавали экзамены и зачеты, а сегодня прямиком шагают во взрослую жизнь. Они прошли государственные экзамены, сдавали по предметам, которые установлены уполномочными органами. Для принятия государственных экзаменов были созданы комиссии экзаменационные. Строго по инструктору и металлическому письму, по инструкции были проведены на должном уровне. Нарушений не было. Таким образом, все дети, согласно приказу школы, считаются окончившими основную школу. Теперь их ждет профессиональный лицей, колледжи, выбор. Здесь всех выпускников поздравляли их родители с первым серьезным испытанием, которым стали выпускные экзамены. И желают солнечного настроения, несмотря на погоду, веселого выпускного бала и нескучного замечательного летнего отдыха. По словам директора школы, государственные экзамены проходились на должном уровне. Получив свидетельство об окончании школы, выпускника ждет профессиональный лицей, где они будут обучаться более двух лет. Свидетельство об окончании основной школы не дает права для поступления в ВУЗы. Для этого нужно обязательно аттестат на среднем образовании, которое они получат в учебных заведениях, которые я называл в профессиональных лицеях, школах, колледжах. Там они одновременно со специальностью, профессией получают среднее образование. А там путь открыт. Ушатова Дарья, выпускница девятого класса. По ее словам, она одна из тех, кто успешно сдала государственные экзамены. Закончила школу, знаете, отлично. Госэкзамены, конечно, были трудные, но мы преодолели себя. Мы всем классом сдали этот экзамен, даже все четыре. И сейчас благополучно получили аттестаты. И потом, естественно, получим высшее образование. Ну, например, если говоря за себя, то я иду в медицинский колледж, и потом обязательно получу высшее образование медицинское. В конце выпуска немного о погоде. Дожди и грозы прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в конце этой недели. По данным Казгидромет, сейчас неустойчивая погода в большинстве областей республики, что обусловит выпадение дождя в отдельных районах с грозами. На юго-востоке и востоке возможен град. В западных районах страны по-прежнему сохраняется жара. А в Актюбинской, Кустанайской, Североказахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанских областях, днем Карагандинской, ночью Жамбылских областях местами ожидается ветер 15-20 метр в секунду. В нашей области также ночью и утром местами ожидается туман. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 42-06-49. Также не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!